Евгений Юрьевич, добрый вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте. Вначале хочу вас поздравить и с днём рождения Ленина, и с выходом вашей книги «Ложь и правда о советской экономике». Вот она уже, уже как бы нашла путь к читателям, я думаю, мы ещё не раз их поговорим, но сегодня... Да, вот нашла эта книга. Да, вот она. Это 1945-1985 годы, после Великой Победы период. Ну а сейчас давайте вернёмся к истокам, а именно к Ленину. И вот у нас очень хороший вопрос, на мой взгляд, поступил в чат, прямо к вам персонально, Евгений Юрьевич. Пишет человек под ником Кулуган. Евгений Юрьевич, сегодня одна знакомая обвинила Ленина в безбожии и бесчеловечности. Некоторые перечисляют ошибки Ленина. Можно узнать вашу точку зрения, были ли у него серьёзные просчёты? Ну, женщина, которая заявляет такие вещи, ну, на мой взгляд, она либо глупая, либо она больная. Тут двух мнений быть не может, поскольку только глупый или совершенно отмороженный человек может заявлять такие вещи. Она и Ленин, собственно говоря, в руках не держала. Я имею в виду, она ничего не читала. Но ты сначала почитай Ленина, сначала изучи его биографию, хотя бы на уровне школьного курса. Изучи хотя бы историю России на уровне школьного курса того периода, в который Ленину пришлось жить. Это эпоха Александра Второго, Александра Третьего, Николая Второго и, собственно говоря, сама Ленинская эпоха до его ухода из жизни. Если в состоянии что-то понять, ну, лак тебе в руки. Если не в состоянии... Ну, я вот ещё раз говорю, люди, которые пишут такие вещи, они либо просто умственно неполноценны, либо, значит, они всё прекрасно, хорошо знают, но выполняют вполне возможно какой-то социальный заказ. Это относится, прежде всего, кстати, к обслуге, к идеологической обслуге крупной буржуазии. Я не верю, что там буржуи платят деньги дуракам. Они платят деньги вполне себе неглупым людям, даже образованным людям, поскольку им надо проводить контрпропаганду. Естественно, эту контрпропаганду надо уметь проводить. И многие из тех, кто служат капиталу, Ленин правильно ведь их назвал, что это не мозг нации, а другая субстанция, что они всё прекрасно знают, но продаются за 30 серебряников. Были ли у Ленина ошибки? Ну, безусловно, были. Слушайте, в работе каждого государственного деятеля, тем более такого масштаба, были ошибки. Ну, например, вот так сходу, мне кажется, что одной из грубейших кадровых ошибок Ленина был союз с Троцким и было включение Зиновьева в высшее руководство партии и государства. Потому что Троцкий, он действительно создал партии большие проблемы, очень большие проблемы, особенно в послевоенный период, я имею в виду после окончания Казахстанской войны, и он нанёс довольно ощутимый вред идеологии. Не только партийной идеологии, а вообще марксийско-ленинской идеологии. Он был человек, безусловно, не бесталанный, обладавший хорошим пером, и который всю свою сознательную жизнь, ну, в данном случае я говорю сознательную жизнь, имея в виду, конечно, его активное участие в политике. Не его подпольную деятельность, а уже когда он стал одним из лидеров советского государства, затем уже на мировом уровне возглавил, да, и само это троцкийское движение. Ведь целое движение внутри, понимаете, вот в чём опасность Троцкого была. Если бы он высказывал свои идеи и купался бы в этих идеях сам по себе, то это, в общем-то, вещь привычная, и таких персонажей целый воз и маленькая тележка. А вот когда он создал очень вредное, вредоносное кечение внутри партии, а потом его масштабировал в мировом масштабе, вот это была главная опасность со стороны троцкизма. Сталин, кстати, это уловил, почему он вёл такую непримиримую борьбу с троцкистами. И сейчас, кстати, троцкисты наносят довольно ощутимый вред левому движению, настоящему подлинному левому движению. Напомните, пожалуйста, зрителям основные признаки троцкизма в то время и сейчас. Слушайте, дело в том, что это долгий разговор, этому надо посвящать целую передачу. Вот так вот с кондачка говорить об этом, мне кажется, не стоит, поскольку понятно, что базой для троцкизма стали идеи меньшевиков, а он был видным представителем именно этого направления социал-демократии, но он меньшевиков переплюнул, он пошёл дальше. И многие, кстати, идеи марксизма, он не то что подправил, а он, сохранив внешнюю форму вроде бы марксистских идей, извратил полностью их содержание. Ну, например, то, что касается мировой пролетарской революции, когда он внёс вот этот компонент перманентности этой революции. Я обозначил, кстати, в качестве главного политического противника рабочего класса в общем-то не крупную буржуазию, а прежде всего мелкую буржуазию, крестьянство. Понимаете? Если Ленин и Сталин были нацелены на союз рабочего класса и трудового крестьянства, на как можно более широкий союз этих двух основных классов советской России, то Троцкий-то как раз проповедовал идеи перманентной классовой борьбы пролетариата с тем самым трудовым крестьянством. Но это опять-таки долгий разговор, я сейчас не буду на этом останавливаться. Но одна из идей троцкизма о невозможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. Понимаете? Одна из самых вредоносных статей Троцкого. И Сталин в полемике с ним ведь особо акцентировал внимание на вот этом аспекте его теории перманентной революции, поскольку он говорил о том, что даже в условиях буржуазного окружения и отсутствии мирового революционного процесса мы не только можем, но и должны обязаны строить социализм, потому что наша победа, наша борьба, наши успехи в строительстве социализма в одной отдельно взятой стране, они будут лучшим доказательством правоты ленинско-сталинского курса и как раз и будут подстегивать тот самый революционный пролетарский процесс, понимаете? Да, то, что касается Зиновьева. Ну, я вот в процессе подготовки книги, его мемуаров, ознакомился с ними и лишний раз убедился в том, что это был тщедушный человек, который был интеллектуальным импотентом вовсе не в второй половине 30-х годов, когда эти мемуары писались, он всегда был таким интеллектуальным импотентом, но при этом я замечу, что странным образом Ленин этого человека считал одним из своих ближайших соратников, то есть он все время был при Ленине, что ли, знаете, как при умный еврей, при губернаторе, вот это для меня тоже загадка, вот, потому что ни по своим человеческим качествам, чисто человеческим, ни по своим моральным качествам, ни по своим интеллектуальным качествам и даже качествам политического работника, но он никак не тянул на первые роли, а ведь он претендовал на эти роли, и потом, надо сказать, что Зиновьев сыграл не меньшую негативную роль в расколе мирового рабочего коммунистического движения, вот, когда пошел на создание Зиновьевской оппозиции, а затем и объединил эту оппозицию с Троцким, возникла так называемая объединенная или троцкистско-зиновьевская оппозиция, так что вот эти кадровые ошибки, они дорого обошлись нашей партии, не только нашей партии, а вообще мировому политическому процессу, и рабочему и коммунистическому движению во всем, во всем мире, но, как говорится, и на старуху бывает проруха, потому что у Сталина тоже были кадры ошибки, ну, далеко за примерами ходить не надо, тот же Ежов, да, тот же Хрущев, и даже, и даже, на мой взгляд, Микоян. Понимаете? Но тут надо вот как смотреть тоже в диалектическом единстве. Дело в том, что мы-то сейчас оцениваем этих людей и все, что произошло с высоты пройденного времени, то есть мы расцениваем их не конкретно исторически, а вот это важное положение марксистского истмата, марксистско-ленинского истмата, что все надо рассматривать конкретно исторически. Но поскольку тот же там Ленин, Сталин и так далее, они не предполагали в страшном сне, что Хрущев, например, когда-то возглавил Советский Союз. И вот эти люди, на которых в том числе опирался и Ленин, и Сталин и так далее, они, находясь вот на тех позициях, на которых они были в их время, были хорошими исполнителями, то есть они были на своем месте. Они были неплохими хозяйственниками, они были неплохими администраторами, управленцами и так далее. Но это был их потолок. И Сталин, например, прекрасно знал цену тому же Хрущеву или Микояну. Но как только Сталина самого не стало, Хрущев полез в лидеры, растолкал руками всех своих политических оппонентов и оседлал эту самую высшую политическую власть. И вот тут он оказался, что называется, у разбитого корыта. И показал всю свою дурь. Та дурь, которая ему была присуща в принципе. Но Сталин сдерживал все эти порывы, эмоции. Да и Хрущев сам побаивался свою дурь казать на народ, понимаете? Он же тоже был очень глупый человек, очень хитрый человек. Другое дело, что он был фатально не образован просто. Я читал, например, его записки рукописные. Там такое количество ошибок. Боже ж ты мой. Просто... Можно сказать, что Хрущев свой блок вел, если так понятно, современным языком. Да там просто, ну, диву даешься. Брежнев писал куда грамотнее, хотя у него тоже там хватало первых. Я читал его дневники. Но Брежнев по сравнению с Хрущевым был таким твердым хорошистом по русскому языку. Понимаешь? Хотя он тоже там и фамилии путал, и название там государств путал, и т.д. и т.п. Но, по крайней мере, его дневники, они носят осмысленный характер. И там не только о том, сколько он весит, или сколько он, значит, сегодня съел. Там есть и это. На это у нас, кстати, все время как бы, ну, педалировали этот факт. На самом деле нет. Эти дневники довольно обширные. И там особенно в начальный период фиксируются довольно серьезные темы, связанные с международной политикой, с внутренней политикой, и с кадровыми вопросами, кстати. Вот если, например, посмотреть, как формировался состав нового Совета Министров в 1965 году, когда восстановили отраслевые министерства, то у Брежнева там чуть ли не три листа, это печатных листа, значит, реальности получается больше, просто буквально исперещено там разными фамилиями, знаками вопросов, там, зачеркиванием, написанием новых фамилий и т.д. и т.п. То есть он персонально, сам вот лично формировал списочный состав правительства вероятнее для всего, для обсуждения там, либо на самом политбюро, либо в узком кругу, там, с тем же косыком, подгорным и т.д. Теперь то, что касается политики, вы знаете, я вообще больших каких-то ленинских проколов не вижу. И самое главное, ведь Ленин был очень самокритичен, вот это очень сильная сторона его личности вообще, как политика и государственного деятеля. Он не самоубодюкивался, он не тешил себя иллюзиями. Ну, то, что вот он написал, например, про систему бюрократизма, значит, уже в советской власти, он считал ее самой главной опасностью нового государственного аппарата, имеется в виду пролетарского государства, но он откровенно писал, наши декреты полное говно. Ну, кто еще такое может сказать? Про наши вроде бы декреты, народные власти, что они никуда не ходятся, что наш советский аппарат чуть-чуть подмазан советским миром, а по своей природе остается таким же имперским, царистским, каким он и был. То есть, одна из главных задач, идей удешевления государственного аппарата, значит, ликвидацию одной из главных болезней этого аппарата, то есть его бюрократизацию, отрыв от народа и так далее, ну, большевики не смогли решить. И Ленин это все прекрасно видел. Другое дело, что он уже тогда находился, ну, в состоянии, ну, фактически отхода от работы, поскольку у него инсульт, за инсультом следовали, понимаете? Тут же надо же понимать, что инсульт, потом после инсульта несколько месяцев восстановления не успел, условно говоря, восстановиться, новый инсульт, ну и пошло-поехало. Потому что работал он, конечно, ну, в нечеловеческих условиях, и я сам поражаюсь, я вот, например, человек пишущий, примерно представляю, сколько надо времени написать одну книгу. Но у меня вот вышла сейчас шестая книга, ну, плюс пятитомник, и то я уже потратил на это, считайте, с 15-го года, то есть почти 10 лет. Вот. Но я старше уже Ленина. Я старше Ленина на четыре года. А Ленин, не дожив до 54-х, написал 55 только официально опубликованных томов, потом там еще издавались 10 томов, то есть эти 55, еще 10, это 65. И плюс во времена Горбачева выходили так называемые ленинские сборники. Я сейчас не помню, это, по-моему, четыре тома или больше. А сколько не опубликованного, не только эпистолярного наследия, но и теоретического наследия Ленина не опубликованных, понимаете? Ну, просто диву даешься его работоспособности. И я замечу, ничего человеческого ему не было чуждо. Он не сидел там в какой-то камере, и нет. Он, значит, жил обычной жизнью гражданина, там, в эмиграции или в России. А ведь в годы гражданской войны и революции приходилось постоянно вести заседания, там, Совнаркома, Политбюро, участвовать в разного рода конференциях, съездах, выступать на разного рода там собраниях и т.д. То есть день был, и ночь даже, были забиты просто под завязку. Поэтому даже Сталин со своей гениальностью, ну, у Сталина сколько? Вот вроде поопубликовали 14 томов. Хотя говорят, что последние тома – это не сталинские автографы. Я, честно говоря, не читал их, и поэтому не могу с уверенностью сказать. Но при жизни Сталина, по-моему, было опубликовано 12 томов. Ну, и Сталин все-таки на 20 лет Ленина пережил, то есть он на 20 лет был старше. И тем не менее, сталинский титан, вот, поэтому Ленин, безусловно, фигура исполинского масштаба. Ну, вот, если говорить еще о каких-то ошибках, ну, можно там наковырять. Понимаете, я вот поражался. Вот смотрите, Ленин на всех крутых поворотах истории первоначально был просто в одиночестве, в прямом смысле. В одиночестве. И как вот работала его мысль, что в конечном итоге все признавали правоту. Его правоту. Вот то, что он предсказывал, то так она и происходила. И, значит, он был, по сути дела, единственным человеком, который давал верные рецепты выхода из ситуации, решения тех или иных проблем и так далее, и так далее. Ну, возьмите вот ситуацию, например, с Брестским миром. Он, я не знаю, какими усилиями воли и даже, ну, по сути дела, ультиматумов. Он выбил у этих дураков это решение. Потому что, значит, сердцу истина русского патриота. Ну, как мы немцам, супостатам отдаем нашу матушку Россию, пятой, десятой, да еще платим такую контрибуцию. А, предатель национальных интересов и т.д. Вот на минуточку представим себе. Ленин не подписывает Брестский мир. Что происходит? Немцы продолжают наступление. Петроград занят немцами. То есть, пало столицы империи. Понятно, что, значит, за взятием столицы так называемый патриотический подъем и дух народа окончательно падает. Фронт полностью рушится. Он и до этого-то на Ладан дышал. Там уже вовсю начиналась братания, дезертирство и т.д. Немцы оккупируют, как минимум, европейскую честь страны. Находят тут немало коллаборантов. Власовцев того разлива. Ну и понеслось, поехало. А потом начинается просто развал России как государства. Тут поднимают головы сепаратисты всех мастей. Начинается внутренняя гражданская война. Резня. Ну и так далее, и так далее. Нет не большевиков, но нет и России. Все. То есть, он это просчитал. Да, да, да. Но при этом он прекрасно понимал. Он же ситуацию на фронте видел, видел. Он ситуацию внутри Германии видел. Ребята, ведь продразверстку вообще-то впервые вело не царское правительство, а немецкое правительство в 15-м году. А оно что, вело продразверстку просто так? Да у них там начался повальный голод в Германии. У них только в 15-м году, по-моему, я сейчас точно не хочу врать, но по-моему, если я ошибаюсь, пусть меня люди простят, только в 15-м году от голода умерло порядка 700 тысяч человек. Понимаете? Это же создавало еще, ко всему прочему, к военным поражениям на фронте и проблемы для укомплектования армии, и проблемы для германской промышленности и так далее, и так далее. И Ленин это все видел. Он понимал, что поражение Германии, оно неизбежно. И понимал, что если Германия потерпит поражение, то все договоренности Брестского мира, они будут аннулированы. Еще одно важное обстоятельство. Ведь параллельно с нами, там же в Бресте, с немцами вело переговоры правительство Украинской Народной Республики, ОНР. И они подписали Брестский мир на месяц с лишним раньше, чем большевики. И они, по сути дела, сдали немцам Украину. Это не Ленин им сдал Украину. Это они сами сдали Украину. Потому что одним из условий подписания этого мира было, собственно говоря, оккупация территории Украины австро-немецкими войсками с тем, чтобы помочь правительству ОНР в борьбе не с кем-нибудь, а именно с большевиками. Понимаете? Возьмите, например, ту же ситуацию с НЭПом. Для многих же его доклад на 10-м партийном съезде он стал самым настоящим шоком. Многие же из старых партийцев кричали. Ну, а честно, а мы зачем революцию делали? Что, все возвращается взад? Мы же только что строили военный коммунизм. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, и мы бы уже жили в светлом коммунистическом завтра. А здесь нам опять предлагают восстановить свободу товарооборота, опять восстановить денежное обращение, опять отдать промышленные предприятия в руки буржуев, ну и т.д. и т.п. Так что... Кстати, Ленин в период НЭПа был такой вот любимой рекламной штукой вот этих перестроечников. Я помню Иван Рыбкин в интервью, уже будучи спикером Госдумы, на вопрос, кто ваши любимые исторические личности назвал Ленина, но подчеркнул Ленин в период НЭПа. И вот все время... Слушай, ну с НЭПом... Я понял, да. Слушай, ну с НЭПом носились как с писаной тормой специально. Это Яковлевский алгоритм. Авторитетом Ленина ударим по Сталину. А как мы можем ударить авторитетом Ленина по Сталину? А именно НЭПом. Потому что считалось, что НЭП... Это как раз и есть реальная альтернатива сталинской тоталитарной модели экономики. Что вот, дескать, Ленин-то хотел повезти Россию по пути НЭПа, а Сталин свернул шею НЭПу и, значит, устроил вот эту кровавую баню в виде ускоренной индустриализации и коллективизации. Многие даже говорили о том, и это, кстати, утверждение, оно потом крепко засело в голову многих историков, в том числе и левой ориентации. Вот что самое удивительное. И я даже, будучи молодым человеком, один период в это дело поверил. Правда, я потом быстро разобрался в сути, что да, да, что Сталин, в общем-то, по сути дела, начав индустриализацию, реализовал троцкийский экономический курс. Но то, с чем троцкий носился в 23-25 годах по поводу ускоренной индустриализации, а он действительно носился с этой идеей. Понимаешь? Но дело в том, что, опять-таки, надо же подходить к оценке того, что предлагал троцкий и Сталин, конкретно исторически. Потому что в тот период, вот в тот период, когда троцкий носился с идеей ускоренной индустриализации, нечего было индустриализировать. Потому что экономика страны находилась в полном развале. Надо было эту экономику сначала поднять. И прежде всего, аграрную экономику. Потому что источником для индустриализации в тот период могла быть прежде всего деревня. А деревня находилась в упадке в полном. Надо было, чтобы советский середняк немножко жирком оброс. Чтобы можно было его щипать, условно говоря, как курицу. Ну, я утрирую, но понятно, да? А троцкий предлагал в условиях тотальной разрухи начать ускоренную индустриализацию. Это авантюра была чистой воды. И вот когда завершился так называемый восстановительный период, когда мы где-то вот как раз к рубежу 26-27 годов примерно подошли, ну, как бы вернулись к уровню 13-го года, вот тогда и была поставлена задача начать ускоренную индустриализацию вот на этой, воссозданной материальной базе, на которой Россия стояла накануне Первой мировой войны. Это совершенно разное понимание, геалектическое понимание тех процессов, которые происходили и в обществе, и так далее, и так далее. А то, что НЭП был уродлив, да, я согласен, что там, условно говоря, студенты сбивались в банды, и по ночам грабили железнодорожные составы, а учителя днем преподавали, а вечером работали на панели, да это правда абсолютнейшая. То, что царила массовая безработица, это тоже самая настоящая правда. То есть не надо... А у нас-то из НЭПа, знаете, какую корфетку высос при Горбачеве. Понятно, почему. Надо было просто противопоставить, было сталинскую модель экономики, НЭПовской, и на этой почве, потом Горбачев же почему? Он пытался построить неонеп, он нам сначала говорил, нет, нет, ну что вы, что вы, никакая конвергенция, никакие буржа... Мы строим новый социализм, а опоры для нас станет теоретическое наследие Ленина, наш практический опыт. Поэтому ему и стали где-то вот в 87-м, 88-м, даже в 89-м году активно, значит, создавать вот такой флёр, значит, гениального ленинского курса и т.д. Но Ленин, будучи диалектиком, он прекрасно понимал всю учебность НЭПовской экономики. Опять, почему мы перешли к НЭПу? А потому что именно тогда, весной 21-го года, накануне посевной, накануне посевной, надо было бросить кость к крестьянству, потому что действительно замаячила новая гражданская война, но уже не с беляками, не с интервентами, а с зелёными. Кронштадтский мятеж, почему он и говорит, Кронштадтский мятеж, всё, это вот светофор, который нас остановил. А потому что костяк моряков, болтфлота составляли те самые крестьяне, которые требовали того, что большевики обещали. Антоновское движение, Махновское движение и т.д. и т.п. Ленин понял это, что надо бросить эту кость. А потом, поэтому он и говорит, что НЭП это временное отступление, вызвало неудачами политики военного коммунизма. И что мы ещё вернёмся, террору, в том числе террору экономическому. А потом у него постоянно, вот почитайте его статьи, у него постоянно шла переоценка НЭПа. Буквально за считанные месяцы. То есть в мае он делал одно, в ноябре уже другое, в марте следующего года уже третье, и так далее, и так далее. Вот просто поражаешься ленинской вот этой вот предпрозорливости и гениальности. Вот, кстати, многим современным политикам и государственным деятелям не грех бы поучиться этому у Ленина. Именно этому, когда они свои прошлые собственные заблуждения и убеждения отбрасывали и сами коренным образом пересматривали эти убеждения, а значит и саму политику. Вот то, что касается, например, современной экономической ситуации. Вот мы, условно говоря, 10 лет были вот в таких отношениях, в том числе и в мировой системе разделения труда. Значит, мы проводили такой курс. Ну, зачем же вы точно такой же курс проводите сейчас, когда обстоятельства ситуации коренным образом, значит, преобразилась? Она поменялась во многих своих аспектах, там, я не знаю, не то, что на 180, а на 1080 градусов. А вы продолжаете неистово верить, значит, вот в этот золотой ключик под названием мировое разделение труда, рыночная экономика западного типа, ну и так далее, и так далее. Вот. Так что вот таким образом. Ну, вот на этом моменте и сфокусируемся. Читайте Ленина, и те, кто поддерживает его, и те, кто ищут ошибки, тем более, что это довольно просто. Ленин сам указывал на свои ошибки и подробно их анализировал, чего сегодня мало кто делает. Евгений Юрьевич, спасибо за участие в программе. С нами был историк Евгений Спицын, а мы с Владимиром Анатольевичем завершаем программу. А, кстати говоря, вот эта история с костью, как я назвал, когда Ленин бросил кость крестьянству, ее можно до сих пор понимать в широком смысле, даже противникам Ленина, не удовлетворяйтесь тем, когда вам бросает кость власть. Из этого тоже можно сделать вывод. Допустим, я симпатизирую зеленым, симпатизирую крестьянам, Евгений Юрьевич сигнализирует мне, да-да. Нет, нет, вы тут, вы сейчас тут договоритесь, и я потом обьяну. Я фальсифицирую историю, конечно, в своем стиле. Да-да. Да. Я просто для простоты объяснение, конечно, Ленин никакой кости не бросал, но что он пошел на удовлетворение самых насущных требований крестьянства, потому что крестьяне в условиях разрухи и в условиях отсутствия товара-денежных отношений, вообще каких-либо отношений между городом и деревней, между даже самим селом. Там же пышным цветом расцвело вот это самое мешотничество, спекулянт, ну и так далее, и так далее. Ленин понимал, что, видите, вы же поймите, никаких повесток в армию Антонова, Махно и далее по списку никто не разносил. Государство не проводило мобилизацию. Народ сам шел в эти банформирования, не от хорошей жизни, вы же поймите. Живое творчество, масс. Опять-то переделаешь. Слушай, кстати, вот вам Бирюков, это ярчайший, значит, представитель или адепт троцкизма, который все время нам подбрасывает. Троцкий тоталитарный бонопартист. Да, он анархист. Я чистый анархист. Это он сам себя назвал. Наследник народнических традиций русской мысли. Да, да, но при Сталине тебя точно посчитали, как Кручеву за чистого троцкиста и поставили бы к стенке. Вот, я бы вступился, вступился бы, сказал, не надо, он еще молод, он еще находится в поиске и так далее, мы перевоспитаем, да.